Поэтому принимайте ситуацию, если у вас негатив в голове, читайте молитву. Есть очень хорошая молитва оптинских старцев, да, где именно, то есть молитва это в принципе стих, который подтягивает определенные энергии. То есть принимать все, что на сегодняшний день, например, вам дано, принимать так, как должно быть. Если ваши планы какие-то не совпадают с тем, что вы построили, ну вот бывает такое, да, человек хотел встретиться, да, например, но у него не получилось что-то, это значит не то, что человек плохой, а то, что ну не в это время, то есть еще не пришло время, например, с ним встретиться, да, или вам не нужно туда ехать и так далее. То есть принимайте, ищите во всем смысл позитивный и мысли у вас пусть будут позитивные. Не из-за того, что вы там, например, не дозвонились человеку и сразу нужно думать о нем плохо, да, ой, там он трубку не взял и начинает человек вот мыслить негативно, да, придумывать, что могло с человеком случиться, почему должно что-то случиться. Ну человек, извините, мог просто быть в ванне в этот момент, да, или разговаривать с кем-то, с другим человеком, да, или забыть телефон дома, например, или выйти куда-то на пару минут, то есть он обязательно увидит ваш звонок, то есть не мыслите негативно, да. Вот особенно матери, которые там переживают за своих детей, да, вот позвонила, не дозвонила, все, у нее 150 негативных программ. Вот чаще всего это возникает, когда есть откачки, то есть люди не могут совладать с собой, со своими страхами, вот, поэтому начинают очень сильно переживать. Значит, о чем мы думаем, то есть мысли это энергии, да, вот все в этом мире это энергия, и тайны вселенной как раз находятся в том, что мы состоим из энергии, да, из воды, то есть есть физическое у нас тело, есть физическое тело, есть тонкий план у нас. Так, ну что-то такое, что с интернетом, надеюсь, меня все слышат, да, поставьте, пожалуйста, плюсик, а то почему-то моргает, не знаю, слышите вы меня или нет, надеюсь, что вы меня слышите. Последнее время что-то с интернетом происходит. О чем думаешь и мыслишь и говоришь, в том ты пространстве вселенной и живешь. Вот я часто говорю, спасибо большое, часто говорю, что нужно находиться в позитиве, потому что, знаете, когда человек в негативе, у него такое и пространство. Вот я телевизор, например, не смотрю, мне иногда говорят, вот там ты, там не смотришь новости или еще что-то, я говорю, так там новости одни отрицательные, зачем мне это смотреть, зачем мне расстраиваться. Я начинаю расстраиваться и плакать, мне жалко людей, да, там, то есть я начинаю им сопереживать там и так далее. Зачем мне этот негатив? То, что мне нужно, мне донесут мои друзья, да, вот то, что мне необходимо, они мне скажут. Ну, вкратце, не в таких красках, как рассказывает об этом телевизор. Поэтому вот люди, пожалуйста, у кого много негатива, спросите у своих там бабушек, тетушек, да, смотрят ли они новости, смотрят ли они вот негативные эти всякие телевизионные передачи. Поэтому нужно от этого избавляться. Вот лучше это не смотреть. Поэтому я всегда говорю, а у меня своя вселенная. То есть кто-то идет по белой полосе, кто-то идет по черной полосе, а я иду по сиреневой, да, вот, по фиолетовой, по сиреневой. Кому как нравится. У каждого своя полоса и у каждого свой цвет. Некоторые сами себе ставят ограничения. Многие боятся больших денег, больших заказов, например, да, то есть расширения бизнеса. Денежные потоки, потому что они не могут их деть, боятся их куда-то направить для дальнейшего увеличения, да, вот им хватает столько. То есть вот некоторым и не дано, да, почему у нас не очень много там миллионеров или людей обеспеченных, потому что не каждому это дано, да. Может быть, в прошлых каких-то жизнях, да, человека убили за деньги и так далее. Поэтому вот это все, это все ограничения у нас находятся в нашем подсознании. Поэтому, чтобы убирать вот эти ограничения, чтобы убрать эти ограничения, нам нужно поработать обязательно со своими страхами. Каждый знает, что у него есть какие-то свои страхи, да.